Компания Acer на своей презентации во время IFA, а вернее за день до нее, показала офигенные ноутбуки для креаторов, то есть для тех, кто создает контент, работает с видео, с графикой или, как мы, любят просто хорошие ноутбуки. Были показаны ноутбуки серии Acer Concept D Pro, отличительной особенностью которых является использование ядер квадро. Квадро это такие, грубо говоря, профессиональные ядра, то есть ядра для профессионалов, на которых рендеринг, обработка изображений происходит намного быстрее. Кроме того, тут охренительные дисплеи, ребят. Вот поверьте, возможно, через камеру вам будет не особо видно, но в жизни это очень сильно заметно. Давайте я расскажу о нескольких ноутбуках поподробнее. Отличительной особенностью Concept D3 Pro является использование IPS-дисплея с DLTE меньше 2 и со 100% охватом DCI-P3. Это стандарт в изображении, то есть цвета здесь достаточно яркие, красивые, приятные. В отличие от обычной версии не Pro, здесь стоит ядра квадро, то есть квадро Т1000. Ну и во всех ноутбуках серии Concept D Pro стоят процессоры Core i7 девятого поколения, поэтому об этом я не буду повторяться, вы просто запомните. Так как креаторы, такие как мы, любят работать по ночам, потому что ночью приходит вдохновение, здесь стоит охренительная система охлаждения, которую вообще не слышно. Concept D5 Pro от троечки отличается немного, ну во-первых, он отличается немного внешне от 3 Pro, также у него 100% охват уже не DCI-P3, а RGB. Также валидация от Pantone, DLTE меньше 2, но здесь уже стоит видеокарта Quadro RTX 3000 и это круто. Это очень классно, когда вы монтируете что-нибудь и быстренько-быстренько вам нужно поработать. Кстати, о шуме я забыл сказать. Шум здесь не достигает даже 40 дБ, и это довольно тихо, довольно круто, это довольно прикольно. Это лайк, ребят. Здесь пятиступенчатая подсветка и, если вы заметили, нет сканера отпечатка пальцев. Здесь есть все необходимые для вас порты, сюда даже Ethernet запихали. Решение довольно изящное и это круто, потому что когда компания жалуется, вот мы кроме одного USB Type-C ничего не смогли запихать, та-та-та, ну это показывает непрофессионализм, ну серьезно, ребят. Корпус металлический и версия на 15,6 дюймов весят довольно-таки прилично, однако одной рукой поднять проблем никаких не составит. По сути это тот же игровой ноутбук, только более приятный, то есть дизайн у него посимпатичнее будет, подходит большему количеству людей. Ребят, я не часто это говорю, но вот этот ноутбук меня реально покорил. Это Concept D7 Pro. У него стоит Core i7 девятого поколения, NVIDIA, Quadro, RTX 5000, with Max-Q дизайн и охренительный дисплей. Он сертифицирован Pantone, здесь стопроцентный охват Adobe RGB и белый цвет. Все ноутбуки Acer Concept D в белом цвете выглядят офигенно, и причем у них дизайн построен так, что охлаждение у них просто потрясающее. То есть вы просто не услышите этот ноутбук. Я слышал то, что Acer вдохновлялись, делая этот цвет, они вдохновлялись кумысом. Кумысом? Да, это потрясающе, ребят. Кумыс это классно. Случайный прохожий, я его вижу очень часто, я не знаю откуда он берется на самом деле. Ребят, я кажется влюбился второй раз. Это Concept D9 Pro на девятом поколении Intel Core i9. Здесь Quadro RTX 5000, то есть это не Max-Q дизайн, это обычный. И самое прикольное то, что здесь дисплей еще круче. Здесь стопроцентный охват Adobe RGB, но Delta E уже меньше одного. И это на самом деле охренительно. Поддерживается перо ваком. Когда вы им рисуете, здесь отставание минимальное. То есть вы как будто водите пером по обычной тетради. Вы как будто рисуете ручкой. Вот такая вот технология сгиба. И у вас получается вот такой вот миниатюрный чемоданчик. Можно носить вот так с собой. Знаете, встречаете кого-нибудь в аэропорту, пишите кого и вот так вот ходите. Странный способ применения этого ноутбука, но тем не менее это делать можно. Тачпад здесь тоже необычный. Во-первых, он огромный. Во-вторых, это еще и нумпад. То есть отдельного блока с нумпадом здесь нет. Здесь также специальная технология охлаждения. Вот как раз на этом монстре я рисовал. На этом монстре я работал... Ну как работал? Я рисовал, немного поковырял 3D графику. Он вообще не шумит. То есть его вы никак не услышите, пока не подставите руку под кулерой. И он не нагревается. То есть я вот его держу. Мы недавно ковыряли во всяких приложухах. Немного его подергали. И он до сих пор холодный. Он как был холодным, так и остался холодным. Штука довольно-таки огромная и тяжелая. Но она предназначена скорее для более стационарного применения. То есть присоединяйте к зарядке и где-нибудь используйте. Но при этом можно с ним передвигаться. Вот так он собирается в обычное состояние. Обычного, если так можно вообще сказать, ноутбука. И вот эту штуку можно себе купить в офис. Вот она реально крутая. Если вы работаете с графикой, если вы работаете с дизайном. И хотите это делать на ноутбуках. У вас просто нет альтернатив. Только Acer Concept D. Причем вот эта штука довольно-таки производительная. С охренительным дизайном. И если вы рисуете, то вот этот ноутбук я вам, наверное, посоветую вообще без сожалений. Как вообще Acer пришли к тому, что нужно создавать серию Concept D? Они заметили, что многие креаторы, многие создатели контента покупают для своей работы ноутбуки игрового типа. То есть игровые ноутбуки, которые выглядят, ну, для дизайнеров так себе, наверное. И они не соответствуют все-таки некоторым требованиям самих хренителей искусства. И они сделали вот такой вот блок. Это компьютер Concept D с деревянным покрытием. И вот таким потрясающим дизайном. Как обычно, мне нравится версия в белом цвете. Она очень приятная. И думаю, любую комнату, даже очень страшную, вот эта штука украсит прекрасно. В Concept D есть еще вот такие потрясающие дисплеи. Они валидированы в Pantone. Delta E у них меньше двух. Но охват Adobe RGB у них уже 99%. Это Full HD IPS матрица. Частота обновления у нее 75 Гц. А отклик 1 мс. Мы решили поискать еще что-нибудь интересненькое. И накопали вот такой вот огроменный Predator Helios 700. Core i9 9-го поколения. Здесь NVIDIA GeForce RTX 2080. Ребят, 17-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц. Поддерживается G-Sync. Как бы это сказать? Сейчас, сейчас, сейчас. Звук, звук. Мне кажется, что инопланетяне существуют. И они доставили нам вот это чудо. Вот это произведение искусства. Потому что, ребят, это реально игровой ноутбук. То есть здесь можно летать. Здесь можно летать. Он охренительный, ребят. Но он, конечно, весит тоже прилично. Тяжелый, зараза, слушай. У него два разъема Type-C, два разъема USB. И полноценный Ethernet. Кроме того, второй разъем USB здесь для VR. Вы просто понимаете, что это по-настоящему игровой ноутбук. Линейка ConceptD это, наверное, самые красивые ноутбуки за последнее время. И самые крутые ноутбуки, которые вообще смогли меня как-то зацепить. Ведь я не особо увлекаюсь ноутбуками. Ну а игровой монстр с выдвижной клавиатурой так вообще поверг меня в шок. И очень сильно удивил. Обычно IFA это очень скучное мероприятие. Но благодаря таким компаниям, как Acer, что вы думаете об этих ноутбуках, напишите обязательно в комментариях. Если бы вам сказали выбрать любой из этих ноутбуков, какой вы бы выбрали? Подписывайтесь на комментарии, прожимайте лайки, ставьте колокольчики. Заходите в наши соцсети, там всегда топово. Всем спасибо за внимание. Пока.